Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. Русская кибернетика о самом новом и значимом российской электронной музыке. В еженедельном радио-шоу и подкасте. Привет, дорогие друзья! На этой неделе в эфир выходит 250-й эпизод микшера русской кибернетики. Четверть тысячи талантов побывали в нашей программе. Тяжело поверить, но что есть, то есть. А для подробного интервью разговора мы пригласили электронного музыканта и продюсера, а также обладателя классического академического музыкального образования. Его карьера развивается в дневной и ночной жизни уже второй десяток лет. Друзья, так забавно, что уже почти месяц мы общаемся с совершенно разными гостями, музыкальными продюсерами, которые примерно метят, и что главное, попадают на радары примерно одних и тех же мировых грандов. И в этот момент я хочу передать привет специалистам замечательной эфирмы «Записано», которые делают текстовые расшифровки наших бесед, и которые, наверное, уже выучили название всех этих людей с нерусскими фамилиями, и за это нам, кстати, иногда влетает повышенным тарифом специалист. И, кстати, хочу сказать, что мы регулярно публикуем расшифровки бесед с нашими гостями в больших постах на нашей странице vk.com.ru, которые прекрасно индексируются и остаются в истории российской электронной сцены. Потом мы с Женей Сваловым по этим материалам наверняка напишем книжку. Так вот, эти знаменитые люди-бренды Полокенфольд, Пол Ван Дайк, Эбафон Бейонт, и наш сегодняшний гость буквально недавно получил сразу две поддержки подряд от знаменитого трио Джонатана Гранта, Паула, Силья Мяки и Тони Магинеса. Еще один важный и особенный момент – наш гость обладает академическим классическим образованием, которое не потерялось дипломом на пыльной полке дальнего шкафа. Василий Гудков, а именно так зовут нашего гостя, 8 лет назад получил диплом консерватории, а еще раньше, в 2011-м, стал сотрудником оркестра в Саратовской областной филармонии. Примерно в то же время, в 2011-2012-м, началась карьера электронного музыканта, регулярное издание треков на лейблах. И нам очень важно поговорить с Василием, как с человеком, который живет одновременно в мире академической и клубной музыки. Привет, Василий! Привет, Александр! Мой коллега Женя Свалов сообщил до эфира, что почти сразу после интервью ты бежишь на концерт в филармонии, что сегодня вечером будут давать искушенные публики славного Саратова. Ну, сегодня вечером с духовым оркестром Волгобэнда будем играть программу «Классика рока». Там будут звучать хиты, мировые хиты рока, собственно, «Поди Перпл», «Пинг Флойд», «Лэд Зепплин» и многие другие. На страничке во Вконтакте филармония пишет, что это всегда массовое мероприятие, которое собирает огромное количество людей. Это действительно востребовано? Это очень востребовано. У нас программа идет где-то в районе 10 лет уже. И всегда полные залы. Вот в этом году были гастроли «Волгоград», и там тоже был полный зал. Друзья, как бы вы ни планировали провести сегодняшний вечер, обязательно запасайтесь маской, QR-кодом, будьте предельно внимательны на публичных мероприятиях. Но если вы решите оставаться дома, команда русской кибернетики сопроводит ваш досуг приятной и интересной беседой в радиоверсии, сокращенной до 15 минут, а в формате полного подкаста на wiki.com.ru, на Spotify, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, ну уж как получится. Но потом уже гостевой продюсерский микс от Василия, уверен, что это будет эпично. И, возможно, что это какая-то зимняя хантра, что ли. Несколько выпусков подряд мы беседуем с артистами о том, что хочется это всё бросить. И буквально две недели назад подробно беседовали с Александром Sensity Five о его причинах завершения карьеры. В прошлый раз с Арсением Соматовым, что помогает не бросить музыку. И это, конечно, обратная связь. И вот твою новую композицию Cold Soul две недели подряд играют в своей групповой терапии Above and Beyond, и при первом проигрывании ты написал на своей страничке во ВКонтакте. Дальше я процитирую. Каждый раз, когда я намерен бросить это хобби, написание музыки, Эбавы поддерживают мои работы, намекая, что как бы всё зря. Мало кто из музыкантов пишет так откровенно, поэтому расскажи о своих настроениях. Ну, во-первых, у меня музыка всегда была электронной, это как хобби. Она шла параллельно с классическим моим образованием и с классическим моими оркестровой работой. Вот. А во-вторых, хочу сказать, что просто очень мало сейчас времени. У меня, я работаю не только в духовом оркестре, но ещё и в симфоническом. Я в двух коллективах сейчас являюсь солистом. И это очень физически тяжело, очень морально тяжело. На музыку достаточно мало времени. Ещё у меня маленький сын, поэтому всё время уходит куда-то вне музыки. Всё равно каждая поддержка, она стимулирует на какой-то творческий процесс. И вот совсем недавно, буквально дня четыре назад, я начал работать над созданием нового трека, который, ну, не знаю пока где выйдет, пока надо его закончить. Но главная работа идёт. А так музыка всегда идёт параллельно, и я всегда стараюсь следить за новинками, всегда стараюсь слушать. И как бы это мой отдых от оркестровой музыки. Ну, как ты вообще борешься с этим чувством тлена, когда ты думаешь, всё, пора бы сбросить этот баланс, а то шарик уже воздушный не летит? Ну, в основном просто слушаю. Просто начинаю, включаю какие-нибудь последние радиошоу. И Бау Бионта, Вол Ван Дайка, потом те же миксы от Деза. И просто слушаю музыку. И она начинает пробуждать какие-то вот эмоции и стимул, и желание творить дальше. Например, Саша Сенситив Файв говорил, что ему очень не хватало как раз вот этой вот поддержки. Судя по твоему посту признания, то, что ты, например, получаешь в своей основной работе, когда тебя аплодируют, здесь намного сложнее получить. Это да, это есть, конечно. Конечно, потому что ты же не видишь количество людей, которые слушают. У тебя нет прямого контакта со слушателями. Очень редко он бывает. К сожалению, клубы в Саратове и, в принципе, в области, они вообще от такой музыки очень далеки. У нас в основном поп-музыка. И, естественно, когда, пожалуй, только отзывы и только вот такие поддержки, они стимулируют тебя. Ну, ещё и бывает иногда ойлти. Тоже, естественно, стимулируют. Когда ты на концерте исполняешь свою партию, то вот ты обычно ограничен рамками произведения. Кажется, что ты не можешь импровизировать и воеваться из общего строя, потому что всё-таки оркестр — это такая командная работа. Но вот эта работа в сольном электронном проекте — это полноценная самостоятельная история, где тебе приходится разве только что оглядываться на законы жанра и структуры треков. В чём лично для тебя комфорт существования в той или иной парадигме? Вот можно ли сказать, что в оркестре, если ты оплошал, то как-то можно спрятаться за плечи коллега в электронике? Ты такой дерзкий бунтарь. Ну, в оркестре, конечно, можно спрятаться за плечи коллег, можно что-то недоучить, если в редких случаях. Но так как я солист, мне сложно за кого-то спрятаться, потому что есть сольные части, где играет один инструмент, а весь оркестр тебя аккомпанирует. И вот как раз в эти моменты ты, в принципе, управляешь настроением людей, так же, как и диджей. То есть ты, в принципе, можешь сделать какие-то вещи, ты можешь замедлить, ты можешь сыграть старый тот материал более быстрее, ты можешь его сыграть более артикулированно, ну, то есть какие-то там отдельные акценты выделить на какой-то ноте. Ну, то есть там много всяких таких вот глубоких вещей, которые ты применяешь, используешь, как раз в оркестре. Но в оркестре ограничение, правильно ты сказал, есть ограничение материала. То есть есть определенная эпоха, есть определенный материал. Если в периоде этой эпохи кто-то дирижет, допустим, он считает, что нужно придерживаться того звучания тысячелетнего, как играл там Бах, при Бахе играли или исполняли, то да, ты должен играть, как в то время исполняли, хотя ты там не жил. И исполнишь ли ты так или не исполнишь, это неизвестно. В том отношении есть дирижеры, которые говорят, ты должен проявить себя как личность, как солист. Ты солист, вот играй, как солист, как, в принципе, ты это видишь, так и исполняй. Есть такие. То есть тут тоже есть, присутствуют элементы свободы. В диджейском же направлении элементы свободы, в написании именно, он присутствует, опять же, так же ограниченно. Зависит от цели. Если цель и задача у тебя попасть в какой-нибудь лейбл, чтобы музыку ты слушали, чтобы музыка была востребована, то ты пишешь конкретно в каком-то стиле. У меня есть, допустим, диповый трек с вокалисткой, к попсе приближенный, к поп-музыке, именно для того, чтобы просто посмотреть, как моя музыка в таком жанре будет воздействовать на людей. Он создан не для радио, он создан просто эксперимент такой. И все же интересно возвратиться к этой кухне сравнения клуба и сравнения выступления в классической филармонии. Ты говоришь то, что я могу как-то там помедленнее сыграть или побыстрее, более выразительно артикулировать. Но публика-то сидит, понимаешь? То есть, если в клубе ты видишь, что кто-то пошел в бар, то тогда ты думаешь, что происходит, мне надо поднавалить. А если какая-нибудь тетушка пошла в буфет за коньяком, ты же не можешь мне в этом сказать. Мы пропускаем вот эту вот скучную партию, в смысле скучный кусок, и сразу же переходим к Аллегре. Как вот ощущаются на сцене вот эти эмоции из зала, и все же какой есть инструментарий, чтобы управлять ощущением публики? Инструментарий в оркестре, ну, главный инструмент, это дирижой, скажем так. Вот, все-таки есть главный. Конечно. Дирижой, он занимается тем, что, опять же, зависит от исполняемого произведения, от конкретного оркестра, допустим. Если это симфонический оркестр, идет подготовленная публика на симфоническое оркестр, они уже знают, что будет сейчас медленная какая-нибудь часть затяжная. А вот здесь пойдет быстро, еще что-то. Опять же, динамические оттенки. То есть дирижой, он может в любой момент ускорить темп, он в любой момент может динамических красок придать, охватить весь зал и взбудоражить ту сонную тетушку на заднем ряду. Чтобы она такая, оп, надо послушать. Вот. А насчет духового оркестр, вот конкретно Волгобэнда, в котором я работаю, у нас есть программа, где люди даже танцуют. Ты серьезно? Такой интерактив. Начинается на настоящий выступление оркестр, на настоящий подобное произведение, что в конце люди даже встают и танцуют, пританцовывают. Прямо классическая клубная история, когда мы начинаем с, не знаю, там, со 100 BPM, да, с 90, маленький разогревчик и все, а в конце уже рейв. Ну, можно и так сказать, да. Доступность инструментария для написания электронной музыки в последние три десятка лет вскрывает один из самых базовых споров между электронными продюсерами, это между академиками и самоучками. И здесь нельзя не вспомнить мою беседу с Володей Профом, который, с одной стороны, говорил о некоем возможном таком туннельном эффекте, который закрывает возможность экспериментировать для академиков, но, с другой стороны, говорил, что вот весь вот ваш этот органический хаос это ничего иное, как повышенная пятая ступень музыкального лада и нечего тут вообще городить. Так вот, первые академики говорят, что ваш клубный продукт очень примитивен и мы будем писать по правилам, заниматься таким просто скучно, а самоучки возражают, вы все усложняете, людям не нужны вот эти сложности, они просто хотят плясать в клубах. У кого из этих двух есть какие-то реальные, а у кого манипулятивные мотивы, и как ты можешь объяснить вот это вот столкновение? Ну, столкновение, тут больше, наверное, извините, доказать, кто круче, кто-то, кто пишет саморучкой или тот, кто имеет академическое образование. Я могу это констатировать таким образом. У меня есть друг Владислав Лащенко, Скалай, он же известен, издается на Enhancedy и так далее. Просто мы с ним честно общаемся, из города Саратова познакомились, и вот как бы я его корировал в каких-то моментах, сейчас он добился достаточно высоких успехов. И вот он без музыкального образования вообще. В музыке нет понятия, есть у тебя образование музыкальное, нет у тебя понятия, нет образования музыкального. В музыке главное то, что ты производишь, и как ты это производишь. То есть если у тебя есть желание производить, если есть какое-то стремление, стимул, то ты просто берешь и производишь. Учишься пробами и ошибками, где-то что-то синтезируешь, где-то что-то приобретаешь, ищешь, слушаешь, и получается продукт. В принципе, я вот с этого начинал как раз лет 10 назад. Я просто тыкал какие-то кнопки, о, звучит, не звучит. Тогда еще я только учился в колледже, по-моему, и такого прям обширного знания и теории и так далее у меня не было. Все на базовой стадии. Я согласен, но с другой стороны, возможно, такая ситуация, когда ты слушаешь работу своего коллеги, слушаешь какие-то гармонические ходы, и просто вот с технической точки зрения вот у тебя немножко так вот думаешь, вот почему бы он вот так бы вот не закрутил бы? Если бы вот он вот знал бы теорию бы, то смог бы вот сделать более элегантно, что ли. А тут вот топорно получилось. Как-то влезть в чужое творчество и сказать, переделай. Обычно нет, потому что именно как раз незнание какой-то там гармонической последовательности и дает вот этот вот неожиданный эффект, который звучит. То есть, когда ты делаешь все по правилам, ты ограничен рамками, ограничен возможностями. У тебя определенные правила в голове. И вот я от них как раз пытаюсь очень часто уйти, но мне не получается, они меня держат все равно. Тот самый тоннельный эффект, да? Который ведет тебя к идеальной тонике субдоминанте-доминанте, да? Естественно, особенно когда ты утом все это слышишь идеально в оркестре, а потом приходишь вечером и пытаешься что-то воссоздать, и у тебя, естественно, получается... Что-то такое, я понял. Можешь дать лично от себя какой-нибудь полезный рецепт тем классическим в кавычках музыкантам с академическим образованием, которые, вот обладая всем тем багажом, вдруг решили освоить для себя новые музыкальные электронные жанры. Там неважно почему, потому что это популярно или потому что им это интересно. Из личного опыта есть такие музыканты, которые на данный момент подходят ко мне и говорят, научи, покажи, объясни, как эта штука. Объяснить, научить, показать невозможно. Показать можно, но объяснить и как-то вот научить каким-то приемом базовым что-то можно, конечно. Можно научить программе, пользование программой. Человек будет знать секвенцию весь от и до. Он будет знать, как там что нажимать. Но создание музыки – это немножко другая вещь. Это должно идти из тебя, а не следовать каким-то математическим шаблонам. Академическим музыкантам, я считаю, нужно больше слушать музыки, именно того направления, в котором они хотят работать. Побольше доверять ощущениям, доверять чувствам, отказываться от гармонии, вообще забыть, что они музыканты. О, отличный рецепт. Музыканты, забудьте, что вы музыканты. И просто пишите музыку, творите, да. Это действительно мешает. А вот как ты пришел к ощущению, что тебе нужно писать электронные работы? Причем вот не так вот, чтобы, знаешь, отключить голову и просто там попеликать, типа о, типа звучит. А чтобы ты действительно был заметен на международной сцене? Ну, на международной сцене, это никто не знает, ты будешь заметен или нет. Я считаю, это невозможно, скажем так, это просто вот судьба такая спределась. Да. А насчет того, чтобы писать музыку и писать качественно, просто общение с... Ну, попал в компанию, в компанию диджеев. В другую компанию попал. Все понятно. Ну, не скажешь, что в другую. Одним из них был Миша Китон, который сейчас вместе с Александром Поповым в Москве у них своя школа. И как бы он мой сосед, и мы с ним очень много общались на эту тему, и он меня заразил этим. Это было еще в колледже. А помимо этого познакомились чисто случайно в интернете с Гришей Исаяном, такой Григорием Исаяном. Да, конечно. Продюсером. И начали с ним общаться. У нас даже был совместный проект, назывался «Inhabitants». Небожители. Три друга вот так вот тесно-тесно-тесно общались. И потом решили, ну, впоследствии разойтись, каждый своей дорогой пошел. И вот он пристрастил меня именно к трансу, именно к мелодической музыке. И у нас с ним была какая-то вот такая внутренняя конкуренция. То есть для того, чтобы начать писать, и вот писать, выйти на такой твой, всегда должна быть какая-то конкуренция. И чем больше твоя команда друзей, команда общения, тем выше конкуренция, тем выше ты становишься. Когда уже у меня команда, как бы мы общаться так, меньше, 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 стали у каждого свои заботы, проблемы. То есть ты уже сам оцениваешь себя на фоне там мировой сцены, уже начинается другое. Ты уже с кем-то конкурируешься? Уже по фондайкам и еще кто-то. Пусть даже мысленно в твоей голове. Но это все равно происходит. Вы разошлись, но есть ли у тебя какие-то соавторы или какие-то музыканты, с кем бы ты хотел воплотить в жизнь коллаборацию? Ну, я надеюсь, что все-таки с Мишей Кетоном отдых все-таки доделает работу, потому что написали, должны были написать коллаборацию вместе с ним. Но он очень занят и затягивается работой. Вот с ним я бы очень хотел, чтобы все-таки она вышла. А так, среди саратовских, пожалуй, еще и с Сашей Поповым я бы с радостью с большой что-нибудь сделал. Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках или наушниках ток-шоу «Примикшер русской кибернетики» и у нас в гостях музыкальный продюсер Василий Гудков, который выступает на международной сцене под своей реальной фамилией. Я нахожусь в Москве, Василий в Саратове, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем гостевой микс от Василия без лишней болтовни. И на прежнении десятилетий мы наблюдаем, как симпатии слушателей, композиторов, исполнителей в режиме такого маятника перемещаются от живых инструментом к электронным, синтезированным и обратно. Классики заигрывают с электронщиками и наоборот. То рок-группы отказываются от барабанщика и меняют его на драм-машину, то рэперы перестают читать под фонограмму с одной флешкой и берут с собой на сцену целый лайв-бенд. Электронщики идут в оркестры, оркестры играют в популярный рок-эстраду. Так вот, продюсеры мечутся сегодня, требуют от разработчиков каких-то таких инструментов, чтобы с другой планеты, а завтра соберите мне саундбанк, который прям вот, чтобы никто не подумал, что это гитара, сгенерирована компьютером. Как ты, будучи максимально погруженным в эту тематику, относишься к таким взаимным заигрываниям и метаниям? Привело ли это хоть к чему-нибудь хорошему? Музыку живую ничто не заменит, потому что живая музыка — это живой человек. Живой человек — это определенные эмоции в конкретный промежуток времени, сейчас, когда он это исполняет. И так как он исполнил сегодня, завтра он уже не исполнит. И послезавтра тем более. То есть каждый раз будет совсем по-другому. Поэтому живую музыку заменить очень сложно. Но я считаю, что если электронная музыка, я стараюсь, пока еще не очень интенсивно и особенно, но чтобы электронная музыка жила, чтобы она немножко жила, то есть она была не статичная, то есть там тянется какой-то там басовая нота, тянется, чтобы в пределах этой басовой ноты была жизнь, она была наполнена какой-то жизнью внутренней. Какие-то видоизменения звуковые происходили, какие-то видоизменения пространственные, и это очень интересно. А насчет именно... Больше я за симбиоз живой музыки и электронной. Чтобы живая была живой, электронная была электронной, но похожей на живую. А если у них симбиоз, то это очень здорово. Потому что иногда используешь какой-нибудь вокальный сэмпл, записанный там вокалисткой через микрофон вживую, и накладываешь его на какой-нибудь синтезатор, и все это синтезируешь, и получаются очень интересные звуки. Поэтому если бы ты это электронным способом делал, это бы не получилось, если бы без вокала. А если бы вокал без электроники, то же самое не получилось. Естественно, прогресс не стоит на месте, все развивается, все куда-то движется. В театрах и концертных залах мы все равно постоянно наблюдаем, что идет цифровизация. Причем это справедливо не только для России. Например, в постановках спектаклей на сцене используют такие видеовставки. Артисты зачастую полагаются на свою гарнитуру и звукоусиление. Они на силу своего голоса и не используют акустику в помещении. Или же вот какие-то концертные компании уже вовсю внедряют голограммы, как в новом туре группы Абба, где музыканты будут молодыми и свежими, но виртуальными. Если бы тебе поручили такую дальнейшую цифровизацию академического искусства, какие нововведения ты бы предложил и счел уместными, а что бы ты отменил и не позволил осовременивать? Зависит от того, какую музыку исполняешь. Я бы сделал два варианта. Один вариант оставил живой оркестр, живым которым есть. Это для оценителей классики натуральной. Без использования микрофонов, категорически никаких микрофонов. Никаких подсветки, естественно, без подсветок никуда. Там может быть экранов, которые транслируют, какие-то видео ряд, которые совпадают с музыкой, или описание произведения данного, или краткую аннотацию данному произведению. Это тоже, я считаю, что здорово. Но само звучание, чтобы оставить живое. И второй вариант, это когда звучание антиживое. То есть уже используется и микрофон, уже инструменты где-то заменяются электронными инструментами, а лучше вообще все заменить. Интересно было бы, если бы какая-нибудь симфония звучала на синтезаторе. Но не просто на синтезаторе, а каждый человек сидел, исполнял свою партию, в этот момент подкручивал какие-нибудь ручки LFO, чтобы изменять волну данного инструмента. И получилась бы какая-то своя симфония, новая музыка. И это было бы, на мой взгляд, тоже интересно. Я очень часто думаю, вот надо этим конкретно общаться с художественным руководителем в локерстве, чтобы что-то вносить такое современное, чтобы что-то вносить, какие-то интересы. И твои основные жанры это транс, прогрессив, хаос, мелодичный, прогрессив. Ты в них пишешь больше 10 лет. Расскажи, как менялись твои предпочтения внутри этих жанров, если вообще менялись? Ну, предпочтения особо не менялись, потому что больше работал над звуком конкретно в этих жанрах. Я его где-то менял, где-то пытался что-то найти для себя. И в этом поиске я нахожусь до сих пор, до сих пор что-то ищу. А из-за чего транс, я уже, в принципе, ответил на этот вопрос, потому что мы общались очень тесно с Гришей Исаяном. И он очень сильно на меня в этом плане повлиял. А еще у нас тут в Саратове непосредственно у нас транс был на достаточно высоком уровне востребованности, когда я начинал. У нас приезжал Алмазов, у нас Саша Попов уставил вечеринки в клубе. У нас в клубе прям были клубные вечеринки, транс-вечеринки. И тот же Артем Столяров. И вот как-то я больше равнялся на них, и на Гришу, и на них. И поэтому как бы заражался вот именно этим направлением. И действительно, 10 лет назад, как минимум, Артем Столяров, он же Арти, и Саша Попов, как ты говорил, они зафиксировали Саратов и Энгельс на российской клубной карте. Есть ли сегодня какое-то определенное фирменное звучание саратовской сцены? Поддерживаете ли вы общение локального круга музыкантов в своем городе и области? Ну, саратовского музыкантов уже осталось меньше и меньше. Остался, пожалуй, только вот из тех, кого я сейчас знаю, с кем поддерживаю, это Скалаю, Владислав Лаченко. Он не диджей, он просто музыкант. Все музыканты уровня, Миша Китона, Саша Попова, они, естественно, прибавлялись в Москву. Поэтому как бы вместе с ним в Москву уехал и саратовский стиль музыки. Саратовский звук, да. Потому что у них целая команда, у них есть еще муви, есть еще СМК. Это все одна и та же команда, ребят. А, кстати, я забыл спросить, как ты попал в плейлисты Buff and Beyond? Есть какой-нибудь такой полезный рецепт, чтобы пробраться к ним и чтобы они тебя стали поддерживать? Полезного рецепта особого нету. Просто слушать музыку и слушать их радиошоу, стремиться к звуку, приближенному к ним. Потому что если звук будет близок к ним, естественно, они как бы заинтересуют. Их это заинтересует. А дальше это работа лейблов, на которых ты издаешься. Лейбл должен как бы зависеть от промо-лейбла в данном случае. То есть тебя лейбл продвинул? В данном случае да. И до этого тоже вот те случаи, те поддержки, которые были, тоже был лейбл. Насколько вот эти музыканты диктуют моду всем остальным продюсерам? Если они раньше, они, я имею в виду, и БАВы, играли 140 BPM, то сейчас замедлились до 120, до 130 иногда и меньше. Тысячам музыкантам приходится подстраиваться, чтобы не выпадать из их плейлистов. Насколько это вообще нормально? Появлялась мода, она из-за того, что было в новинку, с появлением диджеев. И диджеи очень сильно влияли на музыку, на культуру, на вообще на все. А с приходом определенного времени сейчас очень большое количество музыкантов, сейчас очень большое количество музыки, сейчас нет такого прямо, нет таких трендов, как вот, допустим, БАВа Бьен, чисто выраженных, я имею в виду, что помимо них, уже на этом Олимпе еще очень много-много-много других имен, и каждое имя вносит какие-то свои коррективы. И то, что снизили BPM, это говорит о том, что конкретно эти музыканты, которые снизили BPM, они хотели именно попасть к БАВа Бьену, в это шоу, и прислушиваются к их мнению. Поэтому их влияние на этих людей, оно, конечно, неоспоимо. Но влияние их на в целом, мне кажется, оно уже не имеет такой глобальный вес, как раньше. Как раньше Аббом влиял на людей, или там Бунием тот же самый, или там Майкл Джексон влиял на людей. Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы, и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И тебе вопрос пришел от московского музыкального продюсера Арсения Соматова из проекта Digital Department. Вопрос звучит кратко. Железо или ВСТ-плагины? На мой взгляд, сейчас это не очень актуальное разделение. Железо, по моему опыту, мне оно больше нравится. Но сам пользуюсь ВСТ-плагинами. Если на ВСТ-плагинах можно привести звук и докрутить звук до железа, сделать вот эти вот электронные изменения, которые дает железо, ну, как я говорил, оживить, то мне кажется, что разницы особой нет сейчас. Сейчас материал главный. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий вопрос нашему следующему гостю. Когда, наконец, появятся узкостилистические клубы по направлениям электронной музыки? Потому что у нас, к примеру, дополню, у нас по-прежнему попса. И попса везде, и попса во всех клубах. И очень редко бывают именно форматные вечеринки конкретного стиля, конкретного направления. И очень было бы здорово, если бы они были. Очень диалектический вопрос. Есть над чем порассуждать. А у нас самое последнее. Что бы ты хотел сделать, и что бы ты хотел реализовать в ближайший год, но на что у тебя никогда не было времени? Но только так, чтобы мы могли через год позвонить или написать и спросить, получилось ли? Я очень бы хотел, наконец-то, записать свой инструмент, потому что у меня никогда нет времени его записать. И именно использовать в своем же треке в качестве, то есть выступить не только в качестве автора музыки, но и в качестве солиста в этом же треке. А я напомню, что Василий играет на Гобоя. И это будет действительно интересно. Я, по крайней мере, ничего подобного не слышал. И, друзья, находите время для хобби. Не ограничивайте свои интересы только лишь рабочими и бытовыми моментами, потому что, первое, не всегда расширяет наш кругозор. Ну, а второе затаскивает в депрессию. Попробуйте сделать что-нибудь новое, вдохновляющее, и даже не для того, чтобы кого-нибудь удивить, а чтобы удивить прежде всего себя. Как это в свое время сделал гость нашей программы Василий Гудков и, кажется, не прогадал. Спасибо, Василий, тебе за интересную и вдохновляющую беседу. Спасибо вам большое. Друзья, спасибо, что интересуетесь современной электронной музыкой России и русскоговорящих стран. Благодарим вас за внимание к интервью подкастам и эфирам национального клубного проекта «Русская кибернетика». Мы будем рады вашему отклику, пожеланиям и рекомендациям, кого пригласить в гости в следующие выпуски. Кстати, на сайте RussianCyber.net есть удобная форма, чтобы отправить нам музыку. Также вы можете оформить подписку VK Donut или отправить любое пожертвование, чтобы финансово поддержать проект и приобрести наш мерч. Например, виниловые пластинки или флешки. Сегодня для вас работали Александр Киреев и Евгений Свалов. Формал. До встречи на следующей неделе. «Русская кибернетика» с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. «Русская кибернетика» о самом новом и значимом российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте. Радиошоу и подкасте. Радиошоу и подкасте.